И Лёша въехал, и Николай, так что все ребята, и Димка. И когда я поднялся к себе, я слышу вдруг сумасшедший взрыв. Пристяжная лошадь попала в ям, и лошади его просто перемололи. Когда я зашел в здание оперного театра, где мы гастролировали, я увидел рядом с расписанием свой портрет. В рамке, вот, черная ленточка. Вот кортик. Это память. Ты имеешь полное право хранить его. Ну, держи. Вот так будет лучше. Он и в кино, как в жизни, фактурный и видный, со знаменитым казачьим чубом, органично вписался в героические советские киноленты, играя храбрых, мужественных героев с железным характером и твердыми убеждениями. Честный, перешительный, зачастую бескомпромиссный. Разгадать характер героя и его логику для него – самая главная задача. С Тарасом Бульбой – это особенно показательный пример. На эту роль Голубовича утвердили после первой же репетиции, когда увидели его трюки верховой езды. Актер проходил серьезную стажировку и мог обращаться даже с самыми необузданными лошадями. Подводят жеребца, вот, два человека. Ну, а я-то знаю, раз два человека подводят, значит, он с сюрпризом. Вот. Ну, я вспомнил, тогда конным полком командовал генерал-лейтенант Ашликовский, и он меня научил тогда. Он сказал, значит, если ты научишься хорошо сидеть в семье, тебе ничего не страшного. Лошадь слышит мышцы, понимаешь? Ты без седла, если ты научишься. Как он делал это? Он сажал меня, допустим, говорит, садись. Дают мне лошадь. И дают два пятака. Один левым коленом прижимает крупу лошади, второй правым. И он на корде держит лошадь метров 12-15, а у него в руках кнут огромный. И вот он, если я только потерял пятак, он по плечам, как врубит, невольно зажимаешься. И, в общем, научился. И я, когда увидел это, думаю, ладно. Ну, я же, в общем-то, как будто бы я, знаете, под простачка и так громоздился на лошадь. А я знаю, как садиться на лошадь надо. Надо обязательно намотать, если не знакомая лошадь, намотать на руку гриву, сверху кинуть повод. И только тогда прыгать в седло. Вот, потому что может понести с места, пойти в карьеру. Ну, и, короче говоря, ну, я так забрался, они отпустили. Ну, я за территорией, я прогнал, я сделал то, что мне... Я знаю, что мне делать с ней. Вот. И когда меня позвали обратно, то я влетел на галопий, прыгаю через... освобождаю ноги от стремян и прыгаю через голову лошади. И она, как коп, она становится, она никогда не наступит на человека. Вот. Ну, и заканчило дело тем, что по микрофону Женя говорит. Ну, теперь вы поняли, почему Михаил был приглашен на роль Тараса Була. Его любовь к профессии лошадям передалась и старшему сыну Владимиру. Однако увлечение закончилось трагически. В 94-м он погиб во время съемок. И для актера эта тема была и остается крайне болезненной. Что рассказывать? У него могла бы судьба сложиться намного лучше, по-другому. Он снимался в главной роли. И он погиб во время съемок. Пристяжная лошадь попала в ям. Вот. И лошади его просто перемололи. Они катились с кургана и его просто переломали. На него не наступила лошадь, ничего. А просто повлекла за собой и все вот так вот. Давайте не будем об этом. Младший сын Артем стал священником, хотя до этого перепробовал себя в разных профессиях. Но последнее он пошел в богословский университет. Он пришел, потому что у него очень довольно серьезные профессии были. Но он все-таки почему-то пришел к Богу. И сегодня он служит в храме. Мне, допустим, очень нравится то, что и мои, будем так говорить, и внуки верят, и правнуки очень верят. Они знают все. И Леша въехал, и Николай, да. Так что все ребята. И вот даже за бутафорским цехом, очень талантливый парень. Он дирижер наш, подполковник, скрайний, да. А Анатолий – это главный режиссер. Он тоже у них? Ну, конечно, он тоже служит. Да. Его родной Луганский драм-театр переживает непростые времена. Из почти 30 мужчин-актеров остались лишь трое. Репертуар нового сезона музыкально-драматического театра пока под большим вопросом. В актуальной повестке дня все больше военные спектакли, дабы только играть их некому. С началом военной операции почти весь мужской состав актеров ушел на фронт. В театре остались только женщины. После собрания ребята, никто никого не агитировал. Они просто понимали ситуацию. Они все, собрания буквально, они просто взяли и пошли в военкомат. И если кто-то, допустим, например, жен пытался, может быть, или девушку сказать, а ты что идешь, это самое, он говорит, а как я буду смотреть ребятам в глаза? Но даже в таком составе худрук театра не сдался, не сложил руки, а планирует открыть сезон, как это было и 8 лет назад, когда бомбили Луганск, и в театре остались только женщины. Когда прилетало, прятались в подвале, а впереды затишья репетировали. Мы сидели в подвалах, здесь тоже, ведь мои коллеги сидели в подвале, здесь жили. У меня сын небольшой, у него частный домик, и там погреб, мы в погребе сидели. Конечно, сложно было, но ничего, выжили. Ничего. У меня есть любимая поговорка, психанем и выживем. На фронте сейчас и его старший внук. Неудивительно, что на все предложения за эти 8 лет уехать в Москву или куда-то еще Михаил Голубович отвечал отказом. Почетный гражданин ЛНР никогда не стоял перед подобным выбором. Я никогда не забуду, когда. Был это уже 15-й или 16-й год уже. Вот, а обстрелы идут, и вот у нас напротив стадиона супермаркет. И раньше там, поскольку время было ни воды, ни света, ни хлеба, ни... Ну, в общем-то, ситуация жуткая совершенно. И стоял только столик при входе в супермаркет возле дверей. Все, там была какая-то крупа немножко, там что-то такое, соль там, ну такое вот. А то вдруг открыли первую часть супермаркета и завезли молочные. И я никогда не забуду, когда я наклонился и что-то там смотрю на кефир этот, вот. И вдруг слышу за спиной голос. Мужской, это вы? Ну, я ноль внимания. Я спрашиваю, это вы? Я поворачиваюсь, мужчина. И смотрит на меня. Третий раз говорит, я же спрашиваю, это вы? А что мне отвечать? Я говорю, ну я. Он поворачивает, говорит, Люся, так я, блин, тоже никуда не еду. Все. И я понял, что для него это чуть-чуть не важно было. Потому что моя профессия на виду. И вот поэтому он, наверное, узнал, что я здесь, и вот человеку надо было принять решение. Так и в жизни, в других ситуациях, в любых. Поэтому все-таки Божий промысел есть. Вот и все. В промысле Божьем он никогда не сомневался. Бог спасал и отводил в самых критических ситуациях. Спасение в авиакатастрофе, пожалуй, самое поразительное из них. Он был с театром на гастролях во Владивостоке, а после должен был срочно лететь на гастроли в Молдавию. Причем и туда, и обратно, одним и тем же бортом. И уже приобрел обратные билеты. Вот только сесть на тот обратный рейс не получилось. Опоздал в аэропорт. И оказалось промыслительно. По счастливой случайности актер Михаил Голубович опоздал на этот рейс. Но сообщить об этом кому-либо из команды не удалось. Связи не было. До Улан-Удэ актер добирался на перекладных почти две недели. А когда, наконец, доехал до места, обнаружил свою фамилию в некрологии. Все считали его погибшим. Я на перекладных добрался до Воронежа, с Воронежина, Внукова. Потом, переехав до Мадедова, застрял на трое суток. Потому что нелетная погода. Потом, наконец-то, вылетел в Иркутск. А это 71-й год. Вышел Байкал из берегов. Бурят Монголии наводнения. Аэропорт посадочная полоса залита. Еще более трех суток просидел. И через военного коменданта, потом транспортным самолетом вылетел туда. И когда я зашел в здание оперного театра, где мы гастролировали, я увидел рядом с расписанием свой портрет. В рамке, вот, черная ленточка. Рейс 1154 разбился под Иркутском, на который у меня был билет. Значит, наверное, была не судьба, я так считаю. Аналогичная история позже случилась во время съемок актера в фильме «Бирюк», когда съемочная группа работала в лесах под Брянском. А последняя история чудесного и необъяснимого спасения произошла с Голубовичем в первый год войны на Донбассе, когда его родной Луганск ежедневно подвергался жесточайшим обстрелам. Открывали сквер вот этот весь, вот, десантникам по новой там было, добавляли освещение и установили. Вот этот танк рядом с Луганским драмтеатром – живое напоминание о еще одном чудесном спасении. Тогда, в 2014-м, на его месте стоял другой образец. День, когда произошел взрыв, худрук театра помнит отчетливо. Он находился всего в 10 метрах. Задержись тогда хотя бы на минуту – эта встреча могла бы стать последней в его жизни. А у меня такое ощущение, что меня кто-то толкает в затылок. Просто толкает. Физически ощущаю. И когда я поднялся к себе, я слышу вдруг сумасшедший взрыв. Оказывается, где я стоял возле ворот, в нас, вот, в театре, рядом стояла и танкетка стоит. Вот эта танкетка была взорвана. И осколками окна все повыбивало в театре, стены побило. Вот. А я стоял в 10-12 метрах. Если бы я задержался на минуту, наверное, было бы совершенно по-другому. То есть это я вот к тому, что... Вот все, что в жизни делается, просто так не бывает. А еще с детства он усвоил простую и понятную мудрость от бабушки. А с ней едва ли не главную – евангельскую заповедь. Я помню, как бабушка сажала на колени меня. Там, допустим, и щипает за руку. Я говорю, он там болит. Она говорит, отверг Катю щипай. Катя, Катя болит. Отменят, болит. Вот видишь? Каждому болит. Вот если будешь через эту боль относиться к людям, понимать людей, чужую боль, и люди тебя будут понимать. Это же простая, простая христианская истина. Относись к своему ближнему так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.